Зачитаю сегодняшний коммерсант. Сибайский городской суд назначен 14 ноября судебное оседание по рассмотрению головного дела в отношении мистера предпринимательства и туризма республики, бывшего мэра Сибая Ростема Авзаова и первого замглавы регионального Минтранса Виктора Жулькова по вине в превышении должностных полномочий. Это та самая автодорога, заасфальтированная, как нам говорят, в нарушении каких-то там процедур и так далее. Это все звенья одной цепи? Звенья какой цепи? То, что вот настолько вот система управления. Ну, безусловно. То есть вот Авзалов яркий представитель этого класса руководителей, которых, ну, собственно, генерирует и порождает Хабиров. То есть у меня иногда даже, мне удивительно, как он может выбирать настолько неподходящих людей для некоторых позиций. То есть это просто какой-то талант. Вот вас послушайте, и все они там бездарьи, и все они такие. Нет, ведь далеко не все, абсолютно. То есть существует целая группа профессиональных управленцев, но почему-то они все, ну, достаточно далеко находятся от Хабирова. То есть берем, там, условно, где самого, да? Ну, не самый плохой министр финансов. Или ее сестру. Да, ну, про сестру это отдельный разговор. То есть, безусловно, есть, особенно на уровне замминистров. То есть эти рабочие лошадки, которые тащат это министерство на своих плечах и так далее. Но вот эти самые яркие, самые видные позиции, которые, ну, инициатива о назначении которых исходит непосредственно от Хабирова, ну, в 99 случаях это провал. Авзалов, конечно, яркий представитель. А вот Жульков нет. Жульков это не команда Хабирова. Он пришел. То есть, нет. Это человек, который здесь был еще и до Хабирова. Соответственно, ну, вот смешивать, конечно, это в кучу нельзя, но Авзалов это, ну, яркий представитель вот этой когорты людей абсолютно бессмысленных и, соответственно, бесполезных. Но он руководит некой отраслью, да, там, туризмом и предпринимательством. Я понимаю, что это тоже довольно декоративное все явление, но там все-таки существуют некие бюджетные деньги, то есть затраты и так далее, и так далее. То есть, как ему могли это доверить, если он не смог улицу заасфальтировать в Сибае законным образом? Из-за устройства имеете в виду, да? Ну, да. То есть, я имею в виду вот этот вот обход конкурсных процедур, которые, собственно, сейчас и вменяют вину этим двум героям. Так что, ну, вот, да, Авзалов это яркий представитель.